добрый день дорогие друзья сегодня хочу поднять очень важную и актуальную тему инсульт и несколько рекомендаций насколько это можно для профилактики раньше инсульт он же удар он же инфаркт мозга был в народе заболеванием у стариков однако в настоящее время инсульт может стукнуть людей еще довольно молодого возраста как защитить себя насколько это будет возможно прежде разберем сам механизм инсульта при возникновении инсульта кровь вдруг неожиданно перестает протекать по сосудам какую-то область мозга живые клеточки мозга в результате кровь не получают а это питание дыхание растворен кислород и клеточки начинают задыхаться затем отмирать поэтому главный компьютер то есть наш организм не может приказать мышцам или координации движения или речи происходит паралич частичный или полный и речь затрудняется по своей классификации инсульт бывает геморрагический то в переводе возникающий в результате кровоизлияние при таком инсульте происходит истечение крови из разрушенного кровеносного сосуда или проще говоря кровоизлияние в мозг бывает ишемически это происходит когда наступает спазм или закупорка сосуда тромбом обычно сосуд это артерия которая кормит какую-то часть или область мозга что нам делать прежде всего это и есть основной фактор профилактики правильно питаться в нашем меню должны быть продукты только полезные для сосуда и сердца должны быть цельное зерно овощи бобовые различные ягоды жирная желательно морская рыба холодных морей эти продукты помогут сдержать артериальное давление и поддержать работу и функцию мозга и сердца откажитесь или сильно урежьте соль и добавьте больше продуктов имеющих в себе калий ну это морковь морковный сок сухофрукты особенно это курага орехи кедровые орешки миндаль в продуктах животного происхождения также содержится калий но в меньших количествах больше всего его в рыбе говядине и молоке контролируйте артериальное давление регулярно не забывайте об этом пожалуйста не ленитесь не тратьте драгоценное отведенное нам время на что-то другое как говорили древние римляне правильно говорили наши заботы все пустое ведь все так просто пришел домой достал аппарат надел манжетку и вот на держи циферки на дисплее ой что-то много надо принять таблеточки посидеть или полежать ну что вы профессор мне же некогда пяти минут нету ну и что если давление 190 я себя хорошо чувствую все у меня хорошо это просто я по лестнице быстро прошел пробежал поднялся надо дальше нести избежать проблемы скорости и скорее скорее давай давай нисколько не думают о себе и не берегут себя а что случись если что не дай-то бог вы уже и себе ты не будете никому нужны простите извините меня занудного старичка целая лекция выскочила на ка пойдем дальше гипертония от разных причин это главный фактор повреждений поэтому нужно контролировать артериальное давление делать это регулярно если давление стабильно то есть не повышается тогда можно измерять давление три-четыре раза в год но если случается как говорят виражи и свечки первое надо срочно идти к врачу и второе тоже надо срочно идти к врачу и слушаться его и выполнять рекомендации и лечение движение это жизнь это я уже потому что как можно больше двигайтесь не раз и не три мы призывали вас вести активный образ жизни потому как сидячий образ приводит нарушению здоровья и мы не раз об этом рассказы наших видео и текста поэтому подробно стараться там не буду никотина нет прошлой серии видео посвященном аторской розу мы говорили что это болезнь есть образование и прогрессирование увеличение пляшек которые сужают просвет сосудов и возможно до их закупорки курение причина болезненных изменений внутренние стенки артерии вы последний но это как говорится мне легко сказать все проблемы нужно обязательно обсуждать с врачами на сегодня все берегите себя смотрите выше оставайтесь с нами все будет только хорошо